Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Магазинам, торгующим алкоголем, не место рядом с детскими садами и школами. Власти Самары намерены увеличить минимальные расстояния между ними. В столице региона в этом году уже ликвидировано более 300 незаконно установленных киосков. До конца 2015-го вывезут еще порядка 550. Это касается и нестационарных объектов, где незаконно продается алкоголь. 60 таких ликвидируют в течение месяца. Проспект Карла Маркса, спальный район. На протяжении длительного времени в местном киоске алкоголь буквально лился рекой. На какую-либо торговую деятельность у владельца нет никаких документов, не говоря уже о лицензии на продажу спиртного, реализация которого, к слову, в нестационарных объектах запрещена. Хозяина киоска не раз штрафовали и обязали уграть ларек. Теперь киоск отправится на спецстоянку. Такая судьба, по словам главы городской администрации Олега Фурсова, ждет и другие незаконно установленные объекты. Возвернута очень принципиальная борьба против незаконного предпринимательства. В течение месяца результаты этой работы будут представлены общественности. Поэтому всем тем, кто торгует нелегально, незаконно, мы обращаемся вместе с требованием легализоваться, приобрести необходимые документы и разрешения для того, чтобы платить налоги и торговать той продукцией, которой нужны граждане. Кроме того, Олег Фурсов принял решение о внесении изменений в постановление, регламентирующее расстояние от объектов торговли, реализующих алкоголь, до социальных, таких как детские сады и школы. Мы расстояние значительно увеличим, а эта норма будет отменена, это непорядок. 25 метров от детского сада, минимальное расстояние, где можно торговать спиртосодержащей продукцией. В свою очередь, в борьбе за безопасность и спокойствие граждан, начальник областного главка Сергей Солодовников предложил перепрофилировать или вовсе убрать с первых этажей жилых домов магазины, торгующие алкоголем, и увеселительные заведения. Органы полиции сейчас этим займутся массово, и мы все эти незаконные точки питейные, в жилых массивах в том числе уберем, 15-го мы встретимся с представителями бизнеса, мы все должны перепрофилировать, заставить бизнес перепрофилировать, иначе мы им работать не дадим. В ходе рейда был ликвидирован и киоск на улице Ташкентской. Незаконным объектом появиться снова не дадут. За этим будут следить, в том числе, начальники районных отделов полиции. Помогут им в этом активисты общественной организации «Народный контроль». Анастасия Зубарева, Павел Баймаков, Константин Головин. События. Во время генеральной уборки города приводят в порядок и дороги. Особое внимание к перекресткам, где проходят трамвайные пути. Рабочие выравнивают дорожные полотно и рельсы, чтобы автолюбители могли переезжать, не повреждая подвеску. Репортаж с места событий. Перекресток улицы Тавропольской и Нововокзальная. Работа кипит, аж земля дрожит. С помощью спецмашины-фрезы рабочие снимают старый слой асфальтового покрытия вдоль трамвайных путей, чтобы залить новый. Пока дождя нет, надеемся, что не будет. А если такая влажность, асфальт горячий, температура больше 200 градусов, влажная вода, влага выпаривается. На все про все у дорожников одна ночь. Чтобы не создавать лишних заторов, днем работы не проводят. Тем более и этот перекресток один из самых загруженных. Даже ближе к полуночи движение здесь не утихает. Но к временным затруднениям водители трамваев и автолюбители относятся с пониманием. Переезжаешь, когда перекресток, рельсы торчат постоянно. Эта подвеска убивается, не дай бог колесо пробьешь. А так они хоть немножко сравняют асфальт с рельсами. Будет нормально пересекать перекресток. Перекрестки – одни из самых опасных участков в уличной дорожной сети. Поэтому и внимание к ним городских властей особое. Важно учесть все нормативы и соблюсти меры безопасности дорожного движения. В последнее время очень много идет замечаний от руководства города, что перекрестки находятся в неудовлетворительном состоянии, оголовок рельса находится, оголовок рельса завышен над уровнем проезжей части, что является нарушением. Это первый перекресток, который ремонтируют в этом году. В планах еще три. Кроме того, дорожники муниципального предприятия благоустройства проводят ямочный ремонт по всему городу. А вскоре, когда позволит погода, начнут ремонт дорожного полотна картами. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. Порядок на улицах, на дорогах, во дворах. После зимней спячки Самара преображается. В стороне от глобальной уборки не осталось ни одно городское предприятие. По чистым улицам должен ездить чистый транспорт, уверены в северном трамвайном депо. Как по утрам готовиться к выходу в свет, самарские трамваи узнавала Анастасия Зубарева. Проснулся, умылся, умой свой транспорт. Чистоплотная привычка из детства для них ежедневный труд. А в городской месяц чистоты тем более. В северном трамвайном депо перед выходом в рейс в день моют порядка 40 трамваев. Ближе к лету откроется еще и уличная мойка. Чистят тщательно и механическими щетками, и вручную. Есть определенная норма. Все это сделано для того, чтобы обеспечить качественное обслуживание пассажиров города, чтобы им было просто приятно ездить в наших трамваев. Чистота поднимает и настроение, и престиж, уверяют сотрудники ТТУ. Водители трамваев, пользуясь случаем, призывают пассажиров ценить труд и порядок. В чистом вагоне вообще лучше работать. Ты вообще в чистоте жить лучше, чем в мусоре. Ну и для пассажиров, как же горожане заходят в такой славный город, а у нас грязь. Нет. Чистота – это очень важно. В том числе и для водителей. Разруха не в клозетах, а в головах, как говорил профессор Преображенский. Чтобы порядок был вокруг, прежде всего надо начинать с себя. Такого же мнения придерживаются самарские пешеходы и автолюбители. Есть единицы, у которых в любую погоду машины идеальные. А в основном, конечно, грязные. И нужно, чтобы не были. Чтоб тогда приезжать, полежать, тоже смотрели, что идут пешеходы, обращали внимание. Вы знаете, я сама водитель, но бывают такие обстоятельства, когда не всегда сможешь вовремя помыть машину. Это зависит, наверное, от хозяина. Какой хозяин, такая и машина. При соединице генеральной уборки города все неравнодушные жители Самары смогут 11 апреля на Гагаринском субботнике. А через неделю, 18 апреля, в столице региона пройдет общегородской субботник. Марина Кравцова, Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Накануне Гагаринского субботника департамент ЖКХ провел выездную инспекцию по пунктам выдачи инвентаря, организованных в ЖУ, ТОСах, офисах управляющих компаний. В каждом из девяти районов Самары таких пунктов от 13 до 18. Всего по городу порядка 150. Горожане, желающие принять участие в генеральной уборке города, будут обеспечены инструментами для наведения порядка. «Совковые лопаты, пожалуйста. Вот эти графы очень удобные, тоже для населения. Они у нас берут в основном вот эти графы». «Они алюминиевые, что ли?» «Нет, они специально железные». «Они гнутся, да?» «Нет, не гнутсящиеся». Инвентарь на складе не залеживается, рассказывает начальник ЖУ Раиса Богуддинова. Не дожидаясь официального субботника, жители уже начали приходить за инструментами. Пункт выдачи работает постоянно. «Пожалуйста, в любое время, когда им нужно будет, мы всегда выдаем им. У нас круглый год инвентарь этот. Он для населения, как предназначен, для населения идет». Таких пунктов выдачи инвентаря по городу более 150. Они есть и в ЖУ, и в ТОСах, и в районных администрациях. Специальная комиссия в составе сотрудников департамента ЖКХ, а также Государственной административно-технической инспекции и Жилищной инспекции проверила их оснащение. Внимание обращали как на количество, так и на качество инструментов. «Есть отдельными местами некачественная насадка лопат. Но не без этого. Естественно, замечания сейчас уже дали начальникам ЖУ. Они устраняются в настоящий момент». Горожане, желающие принять участие в субботниках, могут обратиться в ЖУ по месту проживания. Инвентарь готов. Также администрациями районов организованы телефоны горячей линии для жителей, желающих присоединиться к генеральной уборке. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. Чтобы четверг был по-настоящему чистым, несколько десятков студентов Самарского железнодорожного техникума и сотрудников Куйбышевской железной дороги вышли на уборку. Очищали улицу Аксакова возле дорожной клинической больницы от оставшегося снега и мусора. Павел Баймаков подробнее. «Чистый четверг» – так назвали этот день железнодорожники. Остаться в стороне они просто не могли. Уборка проходила на улице Аксакова прямо возле дорожной клинической больницы, где сотрудники постоянно проходят профилактические осмотры и лечения. К уборке присоединились и студенты железнодорожного техникума. «Стал с утра, подумал, хорошо на свежем воздухе поработать. Правда, погода подвела маленько. А так, в принципе, достаточно хорошее настроение». А вот погода как раз была кстати. Небольшой дождь внес в свою лепту и немного подтопил оставшийся снег. С начала апреля в железнодорожном районе прошло уже несколько субботников. К уборке территории подключились жители района, а также трудовые коллективы предприятий. «Для нас это работа повседневная, для нас это работа традиционная. Конечно, мы жителей приглашаем на все наши субботники, не только на субботники, когда есть свободное время, чтобы люди вышли и помогли нам убраться в их же дворах. Люди с огромным удовольствием откликаются. И я очень надеюсь, что у нас к 1 мая весь район будет идеально чистым». «Не откликнуться мы не можем, поскольку все знают историю. Традиция субботников и месячников по уборке, по благоустройству территорий пошла от железнодорожников еще с 1917 года. Эту традицию мы никогда не останавливали, не оставляли». На генеральную уборку железнодорожники выйдут и 18 апреля, в день общегородского субботника. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Дошкольные учреждения «Самары» под строгим контролем. Представители прокуратуры, МЧС, городской администрации и федеральных властей провели проверку в детском саду номер 129. Гостям показали, в каких условиях малыши растут и развиваются. «Большая групповая, помните, что позволяйте нам, что-то больше. В детских комнатах уют, в уборной чистота. Детский сад номер 129 посещают более полутора сотен малышей. Специалисты проверили, в каких условиях обучаются ребята и насколько безопасно их пребывание здесь». «В целом результаты проверки показывают, что он соответствует тем требованиям, которые предъявляются дошкольным учреждениям. Здесь есть все для жизни, быта, детей. И есть хороший коллектив воспитателей, которые правильно выстраивают работу и с детьми, и, видимо, и с родителями». Проверки в дошкольных учреждениях проводятся по поручению президента страны Владимира Путина. В Самарской области комиссия, в которую входят представители всех надзорных ведомств, посетила уже почти все детские сады в регионе. Сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, местных администраций следят за тем, чтобы требования противопожарной безопасности и санитарной нормы соблюдались. Помещения были вовремя отремонтированы. Два года назад в детском саду номер 129 восстановили кровлю, но небольшие нарушения еще остались. Кое-где протекает крыша. За устранением недоработок пристально следят. «В рабочем порядке посещал несколько садов. В порядке трех-четырех тоже были замечания по строительной части. Я думаю, на этой неделе, в начале следующей, надо будет проверить по устранению этих замечаний. Это в Ленинском районе, в железнодорожном районе детские сады тоже смотрели. Поэтому сейчас на новый уровень эту работу поднимем». Крышу починят за счет подрядчиков, у которых объект находится на гарантии. Что еще предстоит исправить, указано в предписании, которое сотрудники детского сада подробно изучили. Устранить нарушения обещают летом. «Ремонт прачечной и первой младшей группы, вы сегодня были в ней, видели то, о чем говорил представитель Роспотребнадзора, внутренняя отделка потолков, стен, пол». В целом, отметили представители комиссии, проверку на прочность. Детский сад номер 129 прошел. Сейчас здесь готовится к празднику Победы. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. «Апрель» можно смело назвать самым космическим месяцем. В преддверии Дня космонавтики на ЦСКБ «Прогресс» пригласили ветеранов. Космическая отрасль активно развивается. За последний год было проведено 22 успешных пуска ракет. Такие данные озвучили на заседании Научно-технического совета предприятия. Какие задачи сейчас стоят перед самарскими разработчиками и конструкторами, расскажет наш корреспондент. «Желаем вам доброго полета! Я желаю один! Мы желаем вам доброго полета! Я радаю вам! Поехали!» Этот день остался в памяти всех жителей страны. Полет Юрия Гагарина в космос дал начало космической эры. Свой вклад в создание первой ракеты внесли самарские конструкторы и инженеры. Михаил Федорович Шумноц из КБ «Прогресс» проработал больше полувека. Прошел путь от рядового инженера до заместителя главного конструктора. Самым ярким воспоминанием для него и сейчас остается первый полет человека в космос. «Мы непосредственно участие не принимали, но мы были в это время на полигоне. И хотя две ступени этой ракеты, которую вывела Гагарина, были изготовлены здесь, на заводе, но непосредственно запуск осуществляли москвичи. Но мы наблюдали этот запуск». Именно в Самару Юрий Гагарин приехал сразу после возвращения из космоса. Он благодарил заводчан за успешный полет. ЦСКБ «Прогресс» и сегодня остается на высоте. Это единственное предприятие в мире, которое осуществляет запуск космических аппаратов с трех космодромов. Сейчас специалисты работают над проектом новой ракеты «Союз-5». В этом году завершится строительство нового космодрома «Восточный». Именно ЦСКБ «Прогресс» первым будет обеспечивать пуск космического аппарата. «В рамках этой пусковой кампании будет стартовать наш разгонный блок «Волга». Этот разгонный блок спроектировал и изготовил молодежь нашего предприятия. Это инициативный проект предприятия. И ему первенство дано стартовать на космодроме «Восточный». Накануне Всемирного дня космонавтики сотрудники ЦСКБ «Прогресс» почтили память людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие космической отрасли. Работники предприятия возложили цветы к мемориальной доске конструктору ракетно-космической техники Дмитрию Ильичу Козлову. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Космонавтами становятся те, кто не боится мечтать. Амбициозные проекты самарской молодежи нашли отклик в душе сенатора Дмитрия Азарова. Член Совета Федерации встретился с активными молодыми людьми, чтобы обсудить их роль в жизни города и страны. Разговор получился интересным и плодотворным. Затронули проблемы настоящего, будущего и о прошлом не забыли. Ажиотаж вокруг кникальной археологической находки на Хлебной площади в последнее время несколько поутих. Однако энтузиасты не успокаиваются. Напомним, во время раскопок обнаружились остатки сооружений Самарской крепости, возведенной в начале 18 века. Ранее о ее существовании было известно только по историческим документам. Теперь у специалистов появились наглядные свидетельства. Данная находка может повысить и туристический потенциал города Самары, а также повысить интерес жителей города к его истории. Тогда вопрос. Дмитрий Игоревич, когда будет принято решение Министерства культуры, которое определит дальнейшую судьбу Петровской крепости, и как будет решаться вопрос по возможному сохранению исторического объекта? Сенатор Дмитрий Азаров предложил молодым людям написать обращение на его имя. Кроме вопросов прошлого, молодежь, как ей положено, живет настоящим днем. На встрече с сенатором ребята говорили о проблемах в ЖКХ и благоустройстве города, а также заглянули в будущее и предложили проекты по развитию города, как, например, велосипедные дорожки и организация роледрома. Ряд инициатив, они очень интересные. И при небольшой помощи органов исполнительной власти, законодательной власти, эти проекты могут быть реализованы. Реализованы, в первую очередь, на благо людей, которые живут здесь. Молодежь у нас активная, только им надо не по рукам бить, не говорить, что это сложно, это тяжело, а чуть-чуть помочь. Помочь где-то и сорганизоваться. А идеи у ребят очень много хороших. У некоторых молодых людей за плечами уже есть реализованные проекты. А готовых к воплощению еще больше. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. 119 участников со всего Приволжского федерального округа. В Самаре завершился региональный этап и стартовал полуфинал национального чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills. Своё мастерство участники студенты российских СУЗов будут демонстрировать в 15 номинациях. Подробнее Павел Баймаков. Самара встречает гостей. С 9 по 12 апреля за звание лучшего в профессии будут соревноваться 119 участников чемпионата. Это студенты среднепрофессиональных учебных заведений всего Приволжского федерального округа. Самарцам стоит глядеть в оба конкурента, настроенные решительно. Айсалу Сунгатулина из Казани на соревнованиях регионального уровня стала лучшей из 10 участниц в компетенции «Воспитатель». Сложно было, потому что все конкуренты, все девочки были очень достойные. Тут уж профессионализм нужно показывать. Я жду, я надеюсь, только первое место. И дальше пройду на национальный этап представлять нашу республику. В чемпионате, которому уже более полувека, принимают участие порядка 80 стран мира. Россия не стала исключением. По оценке специалистов, с каждым годом количество участников в нашей стране растет. Как растут и профессиональные навыки, которые помогут обеспечить успешную карьеру в будущем. Все наши участники сборной, которые изделили в Лейпциг и в Лиль, все настолько состоялись в профессии. То есть они не только на первых ролях, но многие из них открыли собственный бизнес. Теперь представьте, о ком я говорю. Это ребята в возрасте 20-21 год, выпускники колледжа или техникумов. За происходящим на площадках будут наблюдать и школьники, ученики старших классов, у которых выбор профессии еще впереди. Открытый формат чемпионата – это особая технология профессиональной ориентации ребят, начиная с самого младшего возраста. И обязательно должны проводиться экскурсии по всем площадкам. И ребята могут глазами увидеть, насколько высокотехнологичны сегодня рабочие профессии. Полуфинал национального чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills продлится до 12 апреля. Затем победителей ждет суперфинал, который пройдет в мае в Казани. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Новости экономики смотрите прямо сейчас. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Samaragis на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Samaragis. В прошлом году финансовые пирамиды присвоили свыше 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый зампред Центробанка России Сергей Швецов. Правоохранителям удалось пресечь деятельность 250 финансовых пирамид. И все же каждый год число пирамид увеличивается. Одно хорошо – их масштабы снижаются. Сейчас в Госдуму внесены законопроекты об ответственности за организацию финансовых пирамид и распространение биткоинов. В Самаре только за два месяца возбудили уголовные дела против пяти организаторов финансовых пирамид. Кстати, такие потери говорят о беспрецедентно низком уровне финансовой грамотности граждан. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленной динамикой. Индекс РТС в первые минуты торгов подрос. Индекс ММВБ снизился до отметки 1674 пункта. Лучше рынка выглядят акции фармстандарта, акрона, РДР, русала, Россетей и полюс золота. Хуже рынка – акции НМТП, КамАЗа, Яндекса и Башнефти. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день в полюсе. Азиатские рынки с утра демонстрировали смешанную динамику. Основным негативом для российских биржевых быков стала значительная просадка нефтяных котировок, давление на которые оказала вчерашняя публикация рекордных данных по запасам в США. Курс доллара на 9 апреля – 54,02 рубля, курс евро – 58,70 рубля, золото стоит 2103 рубля за грамм, серебро стоит 29,25 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 57,42 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Серебряный забег в гору тольяттинской спортсменки на чемпионате России. Первенство по Волжи по футболу стартовало в Тольятти. Серебряный покер самарских спортсменов в ульяновском первенстве по боксу. В Ульяновске прошло открытое первенство региона по боксу среди 10-летних спортсменов. Самарскую область представляли тольяттинские бойцы. Четыре боксера вышли на ринг в своих весовых категориях и завоевали серебряные медали. Кирилл Плушко, Александр Баранов, Никита Лебедев и Семен Малютин. Воспитал чемпионов тренер Дубровин. В Тольятти проходит первенство России по футболу среди пяти самарских команд и одной саратовской. Это Лада, Футбольная Академия, Виктория и Юнит. Пока матчи проходят с переменным успехом, призеры и чемпион определятся 13 апреля. На чемпионате России по горному бегу вверх тольяттинские легкоатлеты завоевали пять медалей. Юниор Антон Тенгаев завоевал золото на пяти километрах, а Иван Андреев – бронзу. Среди молодежи Ольга Шарпова прибежала первая, Виктор Самойлов – второй. Еще одна серебряная медаль у Надежды Лещинской. В общекомандном зачете сборная Самарской области заняла первое место. Второй состав поделил второе и третье место с Татарстаном. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok